Добрый день, уважаемые отдыхающие! Сегодня мы посетили солнечную Турцию. Замечательный отель с виду вот такой вот он. Непрезентабельный смотрится. Серое здание. Но это первоначальный обманчивый облик его. Отель действительно хороший. Называется он Fana San Club Serra Palace. Постоянно его называют просто Serra Palace. Названия могут быть разные. Может быть клуб Калимера Serra Palace. Также Serra Resort. Ну, названий много. Вывеску снял, поэтому можно искать под разными названиями. Ну, сейчас проходим на рецепшн и заселяемся. Посмотрим, куда, какой номер нам дадут. И уже начнем движение по территории. Осматривать его. Предварительно почитал комментарии. Отзывы о отеле были не очень. Но было интересно посмотреть самим. Территория отеля большая. отель пятизвездочный. Отель пятизвездочный. Все включено. Проходим. Смотрим. Это здание пристроено. Раньше основным входом было другое здание, которое находится за ним. вот сбоку его видно. А это уже новое здание. Поэтому в отеле находится два рецепшн. Первый рецепшн, на котором мы сейчас как раз зайдем и будем заселяться. И во втором здании второй рецепшн. электрокары есть, трансфер есть, такси здесь же есть. Рядом вокруг отеля ничего торгового нету. Ходить особенно некуда. Отдых только отельный. Вот рецепшн. Как раз люди на заселение заселяются. Заселили нас в основном корпусе в 2009 номер. Здесь электронный ключ. Вот такой шикарный номер. место для чемоданов поставить. Шкаф. Вместительный сейф. Одеяло дополнительное. Холодильник. А, он же мини-бар. Так, мини-бар сказали первый день бесплатно вот это все, а потом наполняется только вода. Все остальное наполняется платно. Пакет для химчистки. двуспальная кровать. Также кровать для ребенка и еще дежурная раскладушка. Зеркало во весь рост. Кондиционер. Телевизор два стакана. Чайника в номере нет. Телефон. Кресло. Ну и вид из окна. Какое у нас интересно. А вид у нас на зелень. Море не видно. Но красивое зеленое насаждение пальма. похоже на дворик. Не самый лучший вид, но все равно он прекрасен. что у нас тут с туалетом. Такая ванная комната. душевая. 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 туалет с вытяжкой. Все отлично. Полотенце, принадлежности. Все основное есть. Так что все замечательно. Нас все устраивает. Изучаем территорию. На ресепшен у нас музыкальное сопровождение есть. Приятная живая музыка. Здесь же лобби-бар. С одной стороны, с другой стороны ресторан вход. И вот видно второй отель. Второй корпус отеля, который мы сейчас поднимемся. Здесь Wi-Fi работает. На всей территории Wi-Fi нет. Wi-Fi работает только на ресепшен. Как в одном, так и в другом. Здесь ресторан Традиционно. Это итальянский ресторан. Сниму через окно. Здесь три ресторана, которые можно посетить либо за дополнительную плату, либо если отдых семь дней и более, то можно один раз посетить и его. Туалетов много. про Wi-Fi как я и сказал Wi-Fi только на ресепшен. На ресепшене одном, на ресепшене другом. Также за дополнительную плату предложений нет. вот он, второй корпус. Это раньше был основной корпус. И въезд был именно под этот козырек. А это уже пристроили новое здание, сделали озеленение территории, сделали фонтанчик вот такой сделали пандус для инвалидов и уже получилось, что вход потерял свою первоначальную свое первоначальное предназначение. Здесь зеленая терраса с одной стороны, с другой стороны. Раньше это был въезд и выезд. Теперь это просто зеленая терраса. Вот такой холл получается, он как четырехэтажный рецепшн. рецепшн. пойдем мы далее. Налево и направо у нас корпуса идут. Здесь же с левой стороны лифт есть, два штуки, а нам надо направо. мы поворачиваем направо и спускаемся вниз на минус первый этаж. Здесь находится фотограф, здесь находится спа-зона релакс, и здесь же находится столовая. Пройдем мимо главного ресторана. здесь также лифты два штуки, которые нас поднимают в корпус. И вот здесь выход у нас на террасу открытый ресторан. Также можно питание и здесь брать. в отеле 386 номеров. Здесь помимо того, что есть корпуса, есть еще и бунгало. Детская геймпарк. Это автоматы. Вечером будет работать, я его сниму. Также есть шопинг, торговые магазины для шопинга. сумки, блузки, тапочки, сланцы, купальники, футболки. Все это можно приобрести здесь. Здесь же парикмахерская есть, ювелирные изделия. Ну а здесь получается уже идет сэра скайбар. Здесь идет скайбар на втором этаже есть. ну и как везде напитки все включено. Есть как алкогольные, так и безалкогольные. Но это все напитки местного производства. есть на пляже два бара. Один 18+, другой 21+. Там есть где 21+, есть напитки импортные. Уже есть за дополнительную плату. здесь проходят музыкальные представления разные исполнители. и начинаются бассейны. Четыре основных бассейна. Очень много лежаков. Также навесы. Здесь есть горки. Это малая часть. Это подростковые такие. Не включены. Час перерыв. Сейчас будем проходить мимо других горок. И там будет расписание написано. Также есть амфитеатр со сценой тоже. Вечером здесь проходят представления. Детские развлекательные представления. Анимация. Вот столько много посадочных мест. Место диджея. Ну и сцена. Побываем здесь вечером. Посмотрим что здесь представляет. Очень много софитов светодиодных. Хорошая акустика. это расписание представлений какие есть на вечернее время. Какие дни чтоб будет проходить происходить. туалеты. Как я говорил везде их здесь много. И вот основной аквапарк на территории. Сейчас он на перерыве. Когда он работает здесь все течет. брызгает и плавает. Детям очень интересно конечно. Для детей для маленьких есть еще свой маленький такой аквапарк с горками. Здесь есть рядышком два корта теннисных. а вот паренек играет. Также есть баскетбольное кольцо на одну сторону. Потом он там такой импровизированная площадка для баскетбола тоже. Но опять же игра на одно кольцо. Вдалеке вон видно еще четыре теннисных корта с разным покрытием. Есть песочное покрытие и есть резиновое покрытие. Добрый день. Потом аквапарк. Глубина здесь 30 сантиметров всего. Поэтому могут и дети под надзором родителей. Есть детская комната где аниматоры занимаются детьми поэтому смело можно оставлять детей и будете знать что дети находятся под надзором аниматора. Отношения хорошие. Отношения хорошие на ресепшн. Надо было второй ключ дали без вопросов. Не пришлось ничего объяснять. Все хорошо говорят на русском языке. Если даже кто-то не понимает то зовут человека который сразу решает всю поставленную задачу. Также понадобилось вечером когда уже ложились спать понадобились пододеяльники. Только позвонил на рецепшн через 10 минут все принесли. Детский бассейн неглубокий. А вот сэра для нас клуб. Добрый день. Вот такая детская игровая площадка. Здесь же есть телевизор игровые туалеты детские есть. ребенок смотрит. Покрытие резиновая окрошка мягко ссадин не будет но запах резины немножко присутствует потому что солнце сжарит на улице 42 градуса. А вот и говорил про детские горки. Ну это для самых маленьких покупаться покататься. Территория отеля большая. все давай я все хорошо давайте отбивайте по детски и так же расписание как на рецепшен висит уже ресторан основного висит и на детской площадке висит расписание по времени как все происходит Ладно идем дальше здесь у нас палмий бар тоже напитки соки чай детский бассейн с мини аквапарком и основной большой бассейн он закругляется и уходит в разные стороны пакет бассейн и Пальмы. Финики, что ли, на пальмах висят? Здесь вот такой переход в виде зебры сделан. Вода теплая, теплая. Да, финики висят. А это бунгало. Также есть бассейн возле бунгало небольшой. Это кто любит жить на земле. Здесь рядышком к морю вышел, буквально через ту арку прошел. Под этой аркой находится навес и ресторан, на пляже который. Территория пострижена, ухожена, чистая. Вот как раз ребята осень окашивают. Здесь же можно в мини-футбол поиграть. Здесь же можно лежать на мягких матрасах под навесом. Это открытая сцена, большая на площадке. Пальмовая аллея. Здесь же гамак есть. Кто хочет, может в гамаке поваляться, подремать. Но опять же, солнце жарит, будь здоров. Люди обгорают на ура. Хоть их и предупреждают, но умудряются сгорать. Многие приезжают сюда неподготовленные, даже те, у кого есть загар изначальный. Все равно сгорают. На солнце надо быть аккуратными, ребят. Есть такие вот, ну это уже наверное даже не бунгало, это корпуса, но они трехэтажные. Тоже номера. Номера хорошие, просторные. С рецепшен по номерам развозят. Электрокарами довозят вещи, чемоданы, сумки. Подход бассейнов со всех сторон. Везде можно подойти к бассейну. И очень много лежаков, лежаков хватает всем. Люди отдохнули уже, едут домой. Релакс. Это для тех, кто любит отельный отдых. Никуда не надо выезжать, никуда не надо выходить. Все здесь, все при отеле. И питание, и развлечение, и отдых. А там уже, когда надоест, всегда можно взять у гидов путевки. Путевки на экскурсии. У нас гиды компании ТИУ. Вернее, у нас гиды компании ТУИ. Гиды адекватные, русскоговорящие. Все хорошо объясняют. Без нервов, без скандалов, без капризов. Идут на уступки по любым вопросам. Здесь у нас вход в основной корпус. Мы как раз войдем со стороны СПА-центра. Это вот за стеклом бассейн находится. Бассейн крытый не работает на улице. Погода хорошая. И в бассейне нет необходимости. Видно спортзал через стекло. И вход через ПА-центр. А здесь находится парилка, хаман. Вот стеклянная дверь. Одна парилка. Здесь вторая парилка. А, стекло даже горячее. Здесь комната релакс. Здесь массажные комнаты. Здесь можно в парилку заглянуть. Здесь душевая. И хаман. Здесь для отдыха можно посидеть, отдохнуть. А здесь сама моечная. Камень горячий. Здесь для отдыха можно посидеть, отдохнуть. Массажные комнаты. Рыбки. Массажные комнаты. Рыбки. Здесь крытый бассейн. Но, так как сейчас на улице погода хорошая, бассейн не работает. Детский огороженный и взрослый. Спортзал. Спортзал. Хороший спортзал. Наполнение хорошее. Можно позаниматься. Спортзал. Наполнение хорошее. Спортзал. Не забыть. Наполнение хорошее. Уп. 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 тоже для процедур сделано здесь какое-то оборудование стоит света нету солярий есть здесь какое-то оборудование стоит тоже много всяких массажных комнат